День смеха Более точных исторических характеристик, то мы знаем, что в 1564 году во Франции король Карл IX утвердил дату розыгрышей, которые были назначены на 1 апреля. Одновременно установил празднование даты Нового года, 1 января. И тех, кто праздновал Новый год не по установленному графику, их называли апрельскими дураками. В этот день их было принято всячески разыгрывать. Ну а что касается официальной российской истории, то тут, я думаю, все понятно. Здесь это все связано с личностью Петра I. Хотя 1 апреля имеет некий общий смысл для всех стран, где эта дата является особенной, но в каждой из них есть свои связанные с ней нюансы. Во Франции День смеха называют Днем апрельской рыбы. Также апрельской рыбой называют и всех тех, кто ведется на шутки и розыгрыше. Апрельской рыбкой День дурака называют и в Италии. Суть праздника в этой стране также состоит в розыгрышах окружающих. Как и во Франции, жертвам прикрепляют на спину бумажную рыбку. А вот практичные немцы День дурака не очень-то жалуют. Так, в этой стране считается, что человек, родившийся 1 апреля, заранее обречен на неудачи и всю жизнь будет несчастен. Возможно, именно поэтому многие местные жители в этот день предпочитают не браться за работу. Считается, что все будет валиться из рук. В Англии также принято отмечать День смеха приколами и розыгрышами. Однако есть нюанс. Считается, что если разыграешь кого-то после полудня, потеряешь свою удачу. Так что веселиться англичане предпочитают только с утра. Что касается традиций, которые существуют в разных странах мира, то шутки бывают совершенно разные. Шутки бывают и добрые, скажем так, которые направлены на то, чтобы, скажем, улучшить настроение, привести какой-то весенний веселый настрой в жизни своих близких. Но бывают достаточно злые шутки, которые заканчиваются весьма какими-то такими большими огорчениями. Но также в истории достаточно традиционно принято в этот день шуметь, переодеваться, устраивать различного рода представления. Кто не знает выражения «Ой, у тебя коленки сзади грязные». По некоторым данным, в России первый розыгрыш был в 1703 году. Собравшись толпой на площадь, якобы на невиданное представление, люди вместо всего увидели надпись «1 апреля никому не верю». С того времени в этот день каждый старается пошутить над окружающими. Особенно весело это получается у школьников и студентов. По традиции проводятся различные фестивали, игры, КВН. Дню смеха, дню веселья и розыгрышей рад каждый. Ведь только раз в год можно весело и беззаботно пошутить над самыми строгими и серьезными начальниками. Что касается моих личных опыта, то я не большой сторонник розыгрышей. Потому что, еще раз говорю, не каждому нравятся розыгрыши, которые, скажем так, могут добавить каких-то лишних вопросов, лишних каких-то переживаний. Поэтому в этот день я стараюсь все-таки делать шутки добрые, которые направлены на повышение настроения, в первую очередь, у близких. Вот в этот день люблю рассказывать анекдоты. Ну вот в таком формате, наверное, проходит этот день. Празднование Дня смеха настолько распространено, что даже стало материалом для исследований. Психологи, изучающие традиции Дня дурака, советуют. Готовя розыгрыш, не прибегайте к черному юмору и не давайте ложных обещаний. Учитывайте возраст и статус разыгрываемого. А главное, не используйте пассивную агрессию. Все же первая апрельская шутка – это проявление теплых чувств. Других ограничений для полета фантазии не существует. Елизавета Газизянова, Карина Саяхова, Универ Новости.